Западному мосту в Твери быть. На строительство этого важного для города объекта из резервного фонда страны выделили 2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На сегодняшний день идут подготовительные работы, в том числе выделяются участки. Строительный процесс будет започен уже в следующем году. О том, что городу как воздух необходим еще один мост, стало понятно уже давно. Жителям Заволжьи, чтобы попасть в паралитарский район, до которого по сути от Горбатого моста в буквальном смысле подать рукой, приходится делать огромный круг через центр города и стоять в километровых пробках. Дороги необходимо разгрузить, сделав тем самым жизнь гаражам комфортнее, сохранить их время и нервы. Долгое время эта острая проблема находилась в подвешенном состоянии, потому жители города с нетерпением ждут начала строительства. Меньше будет пробок. Я еще давно работала на вагонном, мосту был нужен. Развязка будет, машин меньше будет стоять. Нужен западный мост, потому что большие пробки, не проехать на Беженске и все, развязка должна быть. Очень нужен. Конечно нужен, я там живу как раз. Транспортная доступность паралитарского района с района Горбатки быстрее попадать будет в огласную больницу, не через весь город, в экстренных ситуациях. И людям будет удобно. В январе этого года президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил рассмотреть обращение губернатора Тверской области Игоря Рудени о строительстве западного моста в столице Верхневолжья. Если говорить подробнее о проекте «Западный мост», то стоит отметить, что он включает в себя не только мост через Волгу, который напрямую соединит пролетарские и заволжские районы города. Еще в него войдут реконструкции Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно и саму Комсомольскую площадь. Весь этот проект – четыре моста, четыре мостовых перехода, которые мы должны завершить до 2025 года. Сейчас будут подготовительные работы. Это выделение участков, перенос линий электропередач, формирование подъездных путей. И самая активная работа, конечно, начнется в следующем году, когда уже будет создаваться сама основа моста через реку Волга, что даст дополнительные пропускованные способности для автомобильного транспорта. Ну и дальше это благоустройство, новые возможности подъезда к медицинскому центру, который у нас формируется, это областная больница. На реализацию проекта из резервного фонда страны было выделено 2 миллиарда рублей. Соответствующие документы подписал Михаил Мишустин. Глава региона поблагодарил за поддержку в строительстве западного моста президента правительства страны, премьер-министра и заместителей председателя правительства, курирующих этот вопрос.